Всем привет, дорогие друзья, с вами Электа Бест, добро пожаловать в новое видео, и сегодня у нас обзор обновления, которое выйдет завтра. Обновление довольно-таки большое, оно прошло на тестовом сервере еще вчера, поэтому я немножечко с опозданием выкладываю этот ролик. Уже видел, что все практически английские ютуберы обзор обновления выставили, даже наверняка какие-то русские ютуберы уже несколько слов об этом обновлении сказали. Но я видел, что далеко не все они поняли правильно в этом обновлении, и мне есть чем с вами поделиться. То есть на каждое обновление у всех ютуберов, да и не только, есть свое мнение. Вот многие говорят, что обновление чисто для фритупла игроков, можно будет Астролит прокачивать без каких-либо вложений, по крайней мере на шмоте монстров. Ну, на чемпионские это не распространяется, да и какие чемпионские шмотки оранжевого цвета могут быть у фритупла игроков, правильно? Ну, Астролитить можно только оранжевые шмотки, насколько вы знаете. Но не так все просто, как хотелось бы, не так все будет легко, потому что, вот смотрите сами. Давайте сейчас полистаем карту и найдем вот такого вот монстра с небольшим свечением снизу. Вот с них как раз таки и будет падать Астролит, но, к сожалению, кроме Астролита, с этого моба ничего падать не будет. Ну, точнее будет, но не будут падать обычные компоненты, которые мы привыкли выбивать с наших вот монстров, которые есть на карте. Здесь же только Астролит не будут падать ни редкие компоненты, ни обычные компоненты, из которых мы крафтим шмотки. Опять же возвращаемся вот к вопросу, что Астролитить можно только те шмотки, которые в оранжевом цвете. Вот что проще, за Астролитить оранжевую шмотку или ее покрасить в оранжевый цвет, вот так вот? Ну, даже не знаю. Вот для фри-то-плей игрока, мне кажется, первостепенной важности задачи это именно собрать, ну, хотя бы половину оранжевого сета, да, блин, хотя бы одну, там, две шмотки покрасить в оранжевый цвет. Если там солянка, там должны быть перчи, меч, ледокрыло, да, такие более-менее бюджетные шмотки, там требуются угли, там нужно много редких компонентов, там по четыре редких компонента на каждый. Это самые бюджетные шмотки из нормального соляночного сета. Дальше будут шлем саблезуба, там ботинки чернокрыла, там броня троянского коня, что покрасить в оранжевый цвет через охоту без каких-либо вложений, мне кажется, ну, просто невозможно. Да и не только через охоту, там из этих сундуков, там с ПГ, еще с других ивентов вы будете выбивать минимальное количество редких компонентов. И, опять же, я не видел ни одного фри-то-плей игрока, у которого была бы броня троянского коня покрашена в оранжевый цвет. И вот наверняка, все-таки, фри-то-плей игроки будут ходить на старых добрых монстров, с которых падают компоненты, потому что нафига им астролит, если шмот не покрашен. Ну, вы поняли, да, как бы, мои мысли? Да и вот эти вот монстры, между прочим, они гораздо плотнее, чем обычные, то есть убивать их сложнее, нужно будет потратить больше энергии, я не знаю, насколько больше. Тут, к сожалению, с этого аккаунта особо не поохотишься, потому что тут мало что прокачано, урона мы вообще никакого наносить не будем, но в теории можем сравнить. Давайте попробуем какую-нибудь одну и ту же пачку использовать против вот этого четвертого моба и вот этого. Посмотрим на урон. Все-таки какие-то выводы уже сегодня хочется сделать. Просто берем рандомных героев, атакуем вот этого моба Х1, тратим энергию. 0-0-7. Ну, ничего удивительного нет, потому что пачка, конечно, такая не работает, плюс к этому здесь охота на аккаунте не прокачана. По-моему, даже пятый моб не открыт, давайте посмотрим. Ну да, не могу охотиться на пятых мобов, поэтому не сможем мы сейчас сравнить. Ну, как бы пофиг. Мы на четвертых мобах сейчас это все дело протестим, а уже когда выйдет обновление на нашем сервере, будем сравнивать там на стриме, с каких мобов лучше падает Астролит. С пятых или четвертых. И тем более, видите, здесь энергии немного, особо мы ничего не протестируем. Так, значит, смотрите, здесь у нас урон 0-21, 0-21, это по обычному мобу, одной и той же пачкой. А здесь урон 0-0-7, то есть ровно в три раза меньше. Соответственно, энергии нужно будет потратить, логично, в три раза больше на вот этого моба. И есть такой вот вопрос, а будет ли с лута, лут это то, что падает в подарках гильдии, вот здесь, да, будет ли с лута падать Астролит? Ну, по идее, должен, потому что вот эти вот все ништяшки, они там падают. То есть, собственно, и Астролит должен падать в сундуках. Но это еще предстоит проверить, я тут, понятное дело, четвертого моба не убью. Я, кстати, полистал карту и не нашел ни одного третьего, второго и первого моба, которые давали бы Астролит. То есть, похоже, Астролит дают только четвертые и пятые мобы. Конечно, может быть, я... ну, мне просто не повезло, но я не нашел ни одного третьего, второго или первого моба. Так что, скорее всего, это работает только с четвертыми и пятыми. Ну, пятых найти легко, они только в центре стоят. Вот сейчас полистаем, вот уже Рина со свечением стоит, тоже с него можно получить Астролит. Далее, вот этот Астролит идет на прокачку только тех шмоток из сета конкретного монстра. То есть, здесь мы сможем заастролитить только оранжевую, там, первую руку Рина, броню Рина, тоже оранжевого цвета, ну и так далее. Короче, сет Рина вы знаете, тут мне уже рассказывать вам нет смысла. Ну, то же самое с Магота, то есть, выбиваем Астролит на Магота и прокачиваем только шмот Смагота. И, кстати, еще не все, между прочим, по поводу вот этого вот Астролита. Это как альтернативная версия прокачки, да, то есть, можно будет использовать обычный Астролит, а можно будет использовать вот этот вот Астролит с монстров. Но! Его будет требоваться раз в 10 больше, чем обычного Астролита, прикиньте. Я вот сейчас вам покажу один скриншот, мне прислал китайский игрок, у него аккаунт на тестовом сервере прокачан очень-очень даже неплохо, там оранжевые перчи у него есть. И вот он посмотрел, сколько Астролита ему требуется на четвертый уровень оранжевых перч. Я офигел, когда увидел. 320 вот этого нового Астролита. 320! Что вы понимали, по-моему, обычного Астролита с третьего по четвертый уровень там требуется, ну, не больше 30. То есть, ну, разница где-то раз в 10, может быть, даже больше. Теперь давайте перейдем к тому, насколько часто этот Астролит будет падать с монстров. Я вот, видите, уже вчера поохотился, потратил где-то примерно, ну, 120, наверное, тысяч энергии. Бил его Х2, наверное, да, или Х1. Ну, вот, короче, выпал телепорт мне. Это с Астролитного моба. Дальше ничего толком путного не выпало. Я ударил Грифона Х1 Астролитного. Дальше снова ударил Грифона, но на Х2. Вот такой вот лут. Снова ничего. И вот мне выпадают две Астролитин из Грифона. Это, опять же, Х2 урон. Тут больше я не смогу отправить, ну, потому что, опять же, такой вот аккаунт, 70 миллионов мощь и максимум только Х2. Но два Астролита мне упало, и потом подряд мне упало еще два Астролита. То есть, на 120 тысяч энергии выпало 4 Астролита. Но дальше считайте сами. Как бы, много это или мало? Когда требоваться, его будет дофига на прокачку. И вот вопрос, для фри-то-плей игроков это все-таки сделано, или для тех, у кого уже весь шмот монстров в оранжевом цвете, им некуда потратить энергию. И вот они покупают, допустим, паки с сундуками Фортуны, там идет еще энергия в придачу, она у них копится. Они сливают только звезды, да, с этих паков. Вот таких игроков на самом деле дофига. Там зайди на аккаунт Ксинга, Прадатая, там Белгим, да даже на мой аккаунт зайди. И посмотри, сколько у нас там энергии. А энергии дохрена. И вот наверняка это обновление как раз-таки для таких игроков, как вот те, которых я только что перечислил. Но никак не для фри-то-плей. Фри-то-плей игрок, он не сможет убить астролитного моба 4 уровня без доставания кучи энергии из рюкзака. А где он ее возьмет? Это вопрос. Если он не будет убивать 4 моба. То есть просто несколько раз его там в день будет дубасить, получать астролит. Но это нулевая польза для гильдии. То есть, соответственно, в гильдии будет падать меньше подарков. Норму этот товарищ выполнять в гильдии не будет. И его из этой гильдии просто исключат. Вот и все. Так что, ну, такое себе обновление для фри-то-плей игроков. Это, ну, чисто мое мнение. Может, конечно, вы с этим не согласитесь. Но пишите в комментариях. Давайте пробежимся по следующим пунктам этого обновления. Они присутствуют. То есть это не все. Есть еще какие-то нововведения. Вот то, что действительно для фри-то-плей игроков это 12... Ой, точнее, хотят сказать 12-дневный. Нет. 12-часовой щит. Его, насколько я помню, раньше в игре не было. Вот стоить он будет 800 самоцветов. Не знаю, в чем смысл 12-часового. Может, он будет падать с монстров так же? И гораздо чаще, чем дневной? Ну-ка, давайте посмотрим. С этого не будет падать. Давайте-ка четвертых прокликаем. Я думаю, что с четвертого астролитного моба будет падать 12-часовой щит. Мне почему-то так кажется. Я не помню, не обращал внимания. Давайте-ка попробуем найти. Потому что я увидел, что с пятого астролитного моба падает почему-то не трехдневный, а дневной. Нет, здесь тоже только дневной. Ну-ка, а с этого тоже только дневной. То есть, с мобов, похоже, не будут падать 12-часовые щиты. Давайте третьего сейчас на всякий случай проверим. Надо бы его найти только для начала. Четвертый опять стоит. Еще один четвертый. В принципе, астролитных мобов на карте предостаточно. Нет, тут тоже только 24 часа. Может, со вторых? Хрен его знает. Ну-ка, второй моб сюда. Не, 8-часовой. То есть, 12-часовые щиты в монстров не положили. Похоже, они доступны только в магазине. Вот, самоцветы. Ну, такое себе тогда. Так, вспомнить бы, что еще добавили. Я вот видел, что вот здесь вот, в мастерской, появилась вот такая вот фигня, материалы для ковки. И это все за донат. За исключением только одного пункта. Это подарок ковки. Я так понимаю, можно забрать либо просто только один, либо один раз в день. Вчера я забрал. Не помню, что я получил. Какую-то шляпу я получил на самом деле. Но тут я, видите, не в курсе. Может быть, завтра смогу открыть еще раз. Но это, в принципе, не так уж и много, да? Но, тем не менее, это для, опять же, донатеров. Просто, ну, новая возможность получить редкие компоненты. Правда, не в очень большом количестве. Но, тем не менее, вот что-то такое появилось. Кстати, довольно-таки дорого. 279 рублей за вот это. Я бы не стал это брать. Даже если бы мне это было нужно. Только, может быть, тогда, когда мне как раз-таки не хватает 10 серых компонентов на покраску какой-либо шмотки. Только в этом случае я бы, может быть, взял. Тут, кстати, еще лимит. Есть два раза в день. Или не в день. Можно это покупать. Может, эта лавка будет обновляться раз в неделю. Мне надо почитать. Тут ничего по этому поводу не написано. Ладно, это мы закрываем. Пытаемся вспомнить, что еще. А, вот. Очень важный момент, связанный с фамильярами. Это появление нового таланта. У пятого фама, между прочим, недонатного. Это первый недонатный пятый фам с военным талантом. То есть, таланты военные у пятых фамов были только, соответственно, там, Гаргантюа, у Пчелы, Чернокрыл, Заяц, Вивен. И кто-то еще, Ледокрыл, да, всех перечислил. Но здесь же военный талант тоже у пятого моба, который собирается без доната. У многих из вас он наверняка уже полностью прокачан. И талантик, соответственно, будет стоить бриллиантовые сферы. Бриллиантовых сфер здесь потребуется 1600. Опять же, потому что фамильяр не четвертого левела, как Грифон, например, а пятого. Что мы, собственно, и видим. Читаем описание этого таланта военного. И на десятом уровне он, соответственно, накладывает окаменение на один из самых сильных отрядов противника на 11 секунд. Когда 7% ваших войск падут. Где-то я уже слышал подобное описание таланта. Давайте-ка нажмем вот сюда-сюда. Нет, вот сюда вот. Штормовит оглушает один из наибольших вражеских отрядов на 8 секунд, когда 10% ваших солдат падут. Мне кажется, что это одно и то же. Просто здесь активация будет дольше, нежели чем у драйдера. И стан на 8 секунд, а там на 11. То есть тоже оглушает один из наибольших вражеских отрядов. А, возможно, кто-то из вас не понимает, что такое вообще отряд. Давайте вам объясню. У каждого типа войск в бою 4 отряда. То есть, допустим, мы идем фулл луками. У нас луки разбиваются на 4 отряда. Мы это можем увидеть, нажав вот сюда. Вот. По 4 отряда стрелков. По 4 отряда пехоты. По 4 отряда кавы. Стоят они в зависимости от нашего построения. То есть, вот у нас пехотная фаланга, 4 отряда пехоты стоят впереди. Но это не суть важная. Смысл в том, что штормовит и драйдер будет бить по одному отряду. Отрядов, как мы видим, в миксе у нас 12, не считая осадки. Соответственно, если мы, допустим, будем бить фулл луками, у нас вот впереди будет подушка из 4 солдат, то драйдер застанет один из стрелковых отрядов на 11 секунд. Ну, довольно-таки многое. Причем застанет практически сразу. 7% войск потерять, ну, не так уж и сложно. Хотя, опять же, в зависимости от того, сколько у вас вообще войск в замке. Если у вас там 70 миллионов войск, то 7% это, ну, дофига, да? Вот. Ну, как бы тут в зависимости от ситуации. Значит, смотрите. Идет стан по 1 четвертой части вашей армии, если вы атакуете одним типом войск. И вот этот вот отряд не будет ничего делать где-то приблизительно половину всего боя. Потому что бой длится на секунд максимум 30, а тут 11 секунд стана. Ну, это реально многое. Если мы, допустим, будем принимать микс на форте, там уже, соответственно, будет много отрядов у врага, потому что он тоже, скорее всего, пойдет миксом. Там уже полезность этого фамильяра будет ниже. Потому что, ну, в отряде будет меньшее количество войск, а он застанет только один из 12 отрядов. Но все равно это будет, я так понимаю, наибольший отряд, самый сильный отряд. И все-таки мне кажется, что данный фам будет полезнее, чем, по крайней мере, Гарифон. Но это надо еще протестить. Ну да, вот видите, он один из самых сильных. Но, в принципе, допустим, если идут пропорции, там, 9-5-6, преимущественно пехотой. Мы принимаем на стрелковой фале. У нас срабатывает вот этот вот фамильяр. Это сейчас говорю про бой на ците, например. Да, солянка на солянку. Он у нас станет вражескую пехоту. И по стрелкам будет проходить урона гораздо меньше. Ну, пехота там, очевидно, будет самый сильный отряд в пропорции 9-5-6. Но самый сильный, это, я так понимаю, самый большой. Это логично, да? То есть самый большой, он самый сильный. Не, ну неплохой фам. На самом деле, очень даже неплохой. Он пригодится даже в защите, если у вас не супер много войск, и 7% вы теряете. Так тут еще вопрос. Он станет только войска в отряде или еще и героя? То есть в отряде есть герой. Не, скорее всего, на героя это не распространяется. Я думаю, что только на войска. Но это уже, конечно, похуже смотрится. Вот есть магод, который станет героев на 5 секунд всего лишь. Когда 15% ваших войск падут. Надо будет сравнивать. Надо будет посмотреть. Но мне кажется, в любом случае, будет сильнее, чем магод. Надо в разных ситуациях будет его протестировать. Но, понятное дело, сейчас говорит, что это классный фамильяр для фри-то-плей игроков в защите. Смысла нет, потому что 1600 бриллиантовых сфер. Какие нафиг фри-то-плей игроки? Это будут использовать донатеры в битвах на циту. Вот против 208, кстати, неплохой фам. Там преимущественно кава в сборе. И один из отрядов кавы будет стоять там, опять же, половину боя. По-моему, неплохо. Ну вот так вот. То есть штормовит на максималках. Я думаю, что так же будет работать его навык. Просто срабатывает быстрее и станет дольше. Так, вспомнить бы, что еще добавили. Вот что-то же еще точно добавили. А, вспомнил. Смотрите, нажимаем на аватар и видим, что появился новый аватар Дева со щитом. И, между прочим, это у нас в аватарах герои. То есть все эти аватары, которые мы видим здесь, дают нам за того или иного героя. И логичный вывод, что это у нас будет новый герой. 99% донатный. Это нам еще предстоит увидеть. Тут мы, к сожалению, не можем посмотреть ее характеристики. Потому что герой еще не вышел. Но вот такая вот предпосылка уже появилась. Но вроде бы я все рассказал по поводу этого обновления. Может быть, конечно, какие-то детали не особо значительные забыл. Жду ваших комментариев, что вы об этом думаете. Согласны вы со мной или нет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я желаю вам удачи. И всем пока. До новых встреч.